Добрый день, друзья! Слева от меня находится автомобиль Lexus модель CT200H. Точно такой же силовой агрегат 1.8 с гибридной силовой установкой находится под капотом Toyota Prius. Справа от меня автомобиль Voxhole. Это вообще интересный бренд. Изначально английский автомобиль был приобретен концертом General Motors, бренд был приобретен General Motors, и под логатиком Voxhole легендарной британской марки стали выпускаться автомобили Ote. Это дизельная машина, и о ней можно рассказать много интересного. Впрочем, так же, как и о Lexus. Но все это я буду вам рассказывать не сейчас. Что я хотел сказать, друзья? Вот этот мой имидж, в котором я сейчас нахожусь, в котором вы привыкли меня видеть на экранах главной дороги, на самом деле достаточно долго и много-много используется для того, чтобы рассказывать вам о дефектах автомобиля, о недостатках перед покупкой кратко, сжато, емко. И это формат центрального телевидения, который обязывает к очень емкому изложению своих мыслей и краткому. На самом деле, в свободное время я хотел бы ввести просто видеодневник. Без очков, без пиджака, без рубашки, в обычной повседневной одежде, в какой-то любой стране мира. Это может быть Россия, это может быть любая страна мира. И рассказывать просто про какой-то автомобильный быт, может быть, даже других людей. Может быть, свой собственный, свой личный опыт, для того, чтобы просто делиться какими-то человеческими мыслями, не роботизированными вот этими фразами, которыми мне часто приходится говорить, и это определенный формат преподнесения информации, а более вот такой вот разговорный жанр. Ну, что это видеоблог, вроде видеоблога. Значит, снимать я это буду сам, на обычную репетиторскую камеру, поэтому не судите строго сразу. Крутого видео не будет, никаких подлетов не будет. Квадрокоптер для съемки у меня, если я его использую, тоже не буду монтировать. Я буду это все просто на обычном своем компьютере. Я не буду задействовать всех своих знакомых операторов, монтажеров, звукорежиссеров, осветителей и так далее, для того, чтобы делать какие-то крутые видео. Потому что я считаю, что я имею право после всех тех терабайт видео, которые сняты с моим участием в официальных каких-то тестах и тест-драйвах, после этого я имею право на личную жизнь и личную жизнь для любителя, которая, возможно, будет интересна вам. Поэтому в первую очередь я хочу сказать вам большое спасибо за те лайки и комментарии, которые вы поставили мне в ответ на то, когда я задал вопрос, стоит ли мне вообще вести дальше свой видеоблог, делать проект «Юный перекуп», собственно говоря, предысторией которого и является это видео. И очень здорово, что вы так отреагировали, что вы вообще смотрите мой канал, хотя это вторая реинкарнация канала. Некоторые, наверное, помнят, что когда-то я делал видео «Перекупы», оно так называлось «Перекупы», на самом деле это был «Виллерс», британский проект. Два актера изображали покупку автомобиля, потом они его якобы ремонтировали, якобы продавали. Я, как человек, увлекающийся, во-первых, автомобилями, во-вторых, знающийся и кухню, и покупки, и продажи, и, в-третьих, знающий техническую часть, друзья мои, просто катался от смеха по полу над тем, что показывают наименые телезрители, как плохо играли эти актеры, как они не талантливо все это имитировали ремонт автомобиля и так далее. Это было шоу, очень низкопробное шоу. Более высокопробное шоу – это топ-гир, и это тоже шоу. На самом деле, к автомобилям и к реальной эксплуатации их имеет не очень большое отношение. Значит, я шоу делать не буду. Я буду делать обычный дневник, и, возможно, мои знания просто вам пригодятся. Предыдущий канал, если вы помните, у меня просто на YouTube зарабанили, потому что было 80 тысяч подписчиков, и канал Discovery International подал жалобу на то, что его перекупы, то есть лидерс-дидерс, размещены у меня неофициально, хотя я их просто перевел и озвучил в соответствии с российскими реалиями. Мне было реально прикольно и смешно над этим работать, я получал удовольствие, но когда канал забадили, многие предлагали перейти на другой хвостик, ВКонтакте, еще куда-то, я сказал, что я не хочу это делать, и настроение немножко испортилось, и я подзабросил их пойду. Поэтому теперь я возвращаюсь к собственному контенту, я буду снимать собственные видео, я надеюсь, что придаться не будет ни к чему, и нравится вам это или не нравится, пожалуйста, оставляйте свои лайки, дизлайки, комментарии. Если вам даже не понравилось, это мотивирует меня, я понимаю, что значит, что-то, наверное, есть лучшее, и мне надо стараться. Либо наоборот, если тролли появились в комментах и написали, что там лысый чувак, понимаешь, ты похож на заправщика с заправки и так далее, посмотришь, что ты там пишешь и говоришь, ребята, мне так прикольно это читать, я понимаю, что вы потратили свое время на то, чтобы мне это написать. Значит, я вас задел что-то. Значит, вам было интересно, и у вас вызвало, пусть отрицательные эмоции, но это вызвало эмоции. А если это вызвало эмоции, значит, это работает. Ну и, конечно, приятно, когда вы ставите свои лайки, потому что вам интересно меня слушать. Значит, что у нас сейчас происходит? Проект Юный Перекуп. Проект Юный Перекуп, там будет мой сын, Иван Левашов, который будет приобретать автомобиль. Я уже рассказал в предыдущем видео, собственно говоря, благодаря одобрению которого мы перешли к следующей его части, к покупке автомобиля. Единственное, что, машину мы выбрали, нашли в интернете, и поехали ее смотреть и покупать. Но не успели снять видео, как эту машину выбрали в интернете. То есть есть сайт, называется «Миллионамуцио» с испанцами, что-то вроде нашего авиа. И эта машина была выставлена там. Оценивана она была в 400 евро. Это Ford Focus 1999 года, первый Focus. Дизельным двигателем 1.8, 90 лошадей. И механической коробкой и пробегом 150 тысяч. Пробег удивительно маленький для этой машины, потому что с таким пробегом в Европе дизельных автомобилей практически не бывает. Это вообще легенда. Но в Европе недавно появился Carfax, который несмотря на то, что на территории Америки и Канады суперразвитая сеть, то есть здесь его только начали внедрять. И он тоже сейчас регистрирует все прохождения ТО, все аварии какие-то, какие-то там возможные залоги автомобиля, еще какие-то регистрационные действия. Все идет в этот Carfax единую базу. На самом деле прикольно. И теперь можно в Испании тоже смотреть машину по Carfax. И вот этого фокуса пробег действительно 150 тысяч. 160 тысяч. Значит, у машины заявлен второй хозяин. Объявление составлено не очень грамотно. Просто, знаете, на самом деле орфографически. То есть оно на испанском. Но вот как у нас обычно пишут близко-кавказской национальности. Машина хорошая, беляй, не беляй, не красит. И начинаешь смотреть как-то и по стилю. Если ты уже разбираешься в объявлениях машинок, ты понимаешь, что его написал человек, который с этим языком не очень близко знаком. В Испании точно так же, как в России, такие объявления не любят, когда кто-то пишет неграмотно. Они сразу подозревают, что это может быть кто-то из перекупщиков, а перекупки здесь занимаются, много славян занимаются, это болгары, поляки, есть марокканцы, которые тоже имеют отношение к автобизнесу. Ну, в общем, так или иначе, это иммигранты. Хотя есть и испанцы, но они больше такой цыганской направленности, которая тоже занимается автомобиль. Ну, в общем, все как у нас, на самом деле. Очень много отребия в этом бизнесе. Вот. Ну, в общем-то, мы не исключение, да. И мы сейчас, собственно говоря, являемся тем же самым отребием, только малолетним, который приобретает такую машину. Машину мы нашли. Машина находится в Валенсии. Ехать до нее около 300-50 километров. Это пригород, причем, в Валенсии. Не сам город. А в Валенсии это большой город. Вот. И процесс выбора автомобиля и в следующий раз, конечно, есть не укреплены в следующую машину покупать. Если у нас все это получится, пойдет, мы продадим эту машину. И вообще раз мы не заберем в тюрьму за эксплуатацию малолетних и за прочие вещи. Тут очень много юридических мюансов. Поэтому, чтобы делать все легально на территории Евросоюза покупать и продавать машину, приходится, конечно, даже не обращаться к адвокатам, чтобы объяснить, где так все это сделать. Тем не менее, если вы думаете, это все будет неинтересно, зачем нам это нужно, мы хотим российские, реально, мы хотим российские машины, мы хотим понимать, как они ломаются, что у них смотреть, как их выбирать, как они там ездят по нашим лукавам, морозам и так далее. Ребят, здесь есть свои сложности в эксплуатации. Во-первых, тут очень высокая температура на южном побережье Испании. Во-вторых, тут очень плохое обслуживание. Испанцы, они просто могут забить на обслуживание и не менять масло на 20-30 тысяч. Особенно перед продажей у них когда развиты. Если он уже задумался испанец, что он продает машину, или уже даже быстрое объявление, они такие ленивые, что они не будут сбрасывать цены очень долго. И машина может продаваться 2 месяца, 3, полгода, год. Но он уже год назад решил, что он ее собрался продавать. И зачем ее вкладываться? Он продолжает ездить на скрижающих колодках с черным маслом. Все равно я ее продам. Все равно она нахрен уже не нужна, я принял решение. Вот. И вроде долго продает, но в то же время машина ушатывается в дрипотан. То есть можно найти такие варианты, долго не продавая, на которые человек просто уже ушатал за последний год еще хуже, чем она была до этого. Хотя она и так была дня есть. Мы будем обязательно рассказывать в своих видео про все косяки и слабые места. Они точно так же вылезают в испании, только другие. Тут не морозы, а жара, да? Не ухабы, а хозяева дебилы. То есть вот своих хватает нюансов. Будем рассказывать про полицию. Вот про местные, что-то вроде ГАИ регистрационная трафика, про местные фирмы, продающие запчасти, про разборки, на которых продаются бэушные запчасти. Кто на них там вообще интересно? Кто на этих разборках чем заправляет? Какие там машины, какие там цены? По чем они эти машины покупают? И как они потом на них их распродают? Очень много интересного, ребят, по испанской действительности. Причем Испания, такая страна Евросоюза, если Германия, она такая рафинированная и законопослушная, и там все, конечно, более упорядочно. То Испания более такая вот страна, в которой есть какие-то муслазерики в законодательстве, или как ему более спокойно относятся окружающие правоохранительные органы. Куча своих нюансов, моментов есть. И мы с этим всем будем неизбежно сталкиваться. Просто на примере дешевого охлогеля будет не так больно впадать. И, конечно, будем рассказывать про именно косяки, что смотреть, как выбирать, какой машины. И вот сейчас у нас, напоминаю вам, Ford Focus. За Ford Focus мы не выезжаем в Валенсию.